Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И завершая разговор о послании апостола Павла к римлянам, мы обратимся сейчас с вами к 16 главе. Собственно, в основном 16 глава состоит из разнообразных приветствий весьма значительному количеству людей, которые в римской общине Павлу по тем или иным причинам знакомы или близки. Ну и вокруг Павла также есть некоторые люди, от которых он передает приветствие христианам Рима. Здесь мы видим его призыв к римским христианам принять фиву, диаконису или служительницу из Коринфа. Ну и вообще говоря, конечно, исследователи спорят, была ли впрямь фива диаконисой или просто вот много делала, трудилась, служила в этой церкви коринфского порта Кенхреи. Апостол же говорит, примите ее как прилично святым и помогите ей, потому что и она сама была помощницей и принимала. «Многих меня в том числе». Вот такая довольно характерная тоже для апостола Павла мысль. Для него, как мы с вами видели в предыдущей главе, единая церковь – это такое сообщество людей, где мы помогаем друг другу, движимые любовью Христа. Далее, примерно таким же образом Павел приветствует Акилу и Прискилу, которые, как он пишет, подвергали свою голову опасности из-за меня, вероятно, пряча его от полиции с опасностью для жизни. И еще много и много имен. О ком-то из этих имен какие-то есть обрывочные сведения, о ком-то по большому счету нету. И даже, скорее всего, почти ни о ком таких сведений нету. Но, тем не менее, важно, что апостол обращается к общине, в которой много у него друзей, много знакомых, которые могут в случае чего засвидетельствовать об апостоле Павле, кто он такой. Теперь в самой заключительной части главы еще мы обнаруживаем с вами короткий абзац из буквально трех-четырех стихов, в котором Павел призывает своих читателей относиться с осторожностью к тем, которые сеют расколы и заставляют отклоняться от принятого учения. По-видимому, в римской общине так же, как и в других, в это время уже появляются своего рода лжеучителя, которые рассказывают, что идите за мной, я знаю, как надо. И вот Павел говорит о том, что если при этом человек что-то учит, что-то объясняет, о чем-то рассказывает, и это ведет к разделению, к расколу, заставляет отклониться от вашей веры, значит, пожалуйста, отнеситесь к этому с осторожностью. Характерно, что Павел не говорит здесь так, как своим ученикам в Коринфе, там, отвращайтесь, или как он Тимофею тоже пишет, вообще не участка во всем этом. Но, тем не менее, римлянам он не может совсем об этом не сказать, поэтому говорит, отнеситесь с осторожностью, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, потому что эти люди служат не Христу, а своему чреву. Вот Павел предлагает римским христианам думать об этом, обращать внимание на то, почему, с какой целью, чего ради те или иные люди пропагандируют те или иные идеи, чтобы добиться единства или чтобы добиться разделения. И, наконец, еще в конце он добавляет некоторый комплимент в сущности римским христианам, говоря, ваша покорность вере всем известна, поэтому я радуюсь за вас и желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Радуюсь за вас, желаю вам быть мудрыми в благих делах и не иметь никакого опыта в других. Вот такое вот пожелание почти в формате констатации, в сущности, завершающая мысль послания апостола Павла к римлянам. Ему важно еще заключение в этом месте, призывая Бога и благословения на римских христиан показать еще и еще раз, что то, что он римским христианам пишет, написано не потому, что он хотел бы их получать и считает себя вправе получать их вере. Нет, не поэтому, а потому, что он надеется на реальность, на подлинность, жизненность, веры своих читателей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok